Согласно легендам, все старославянские воины в военные походы брали пучок девесила. Он защищал от ран и порошок из корней давал солдатам сил на длительные переходы и сражения. Раньше люди были уверены, что девяти сил поможет исцелиться от болезней, подарит долголетие, ясность мышления, сделает помыслы человека благородными и убережет от встречи с недостойным человеком. Действительно, богатый состав этого растения поражает и одновременно объясняет его ценность. Там есть инулин, который является главным источником энергии и принимает участие в работе иммунитета, обеспечивает сцепление клеток в тканях. Также есть сапонины, снижающие воспаление, усиливающие выделение бронхиальных желез, нормализующие водно-солевой баланс и усиливающие работу гормонов. Смолы могут оказать вам слабительный эффект, капит, снижает аппетит и выводит из организма токсины, алкалоиды, снимает спазмы, оказывает седативный и гипотензивный эффект. Уксусная кислота снимает воспаление, флавоноиды нормализуют нервную систему, укрепляют кровеносные капилляры и усиливают действие витамина С. Благодаря пектину это растение усилит действие многих веществ на организм, нормализует метаболизм, снизит содержание холестерина, свяжет токсины и выведет их из организма. А еще девятисил улучшает моторную функцию желудочно-кишечного тракта, смягчает кашель, восстанавливает работу сердца и сосудов, улучшает работу кишечника и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Чтобы приготовить отвар из девятисила нужно одну столовую ложку порезанного корня, девятисила залить стаканом кипятка, пропарить в течение 10 минут, настоять на протяжении 3 часов, процедить и долить кипятка до изначального объема воды. Принимать надо по одной ложке 4 раза в сутки в течение недели, после чего сделать недельный перерыв и повторить курс.